Утро от первого, мы на месте. Тринанс-доработок, вручили львоту, сколы, вылезли. Из-за приняты, уезжаем. В ДТП на автодороге Самара-Шемкент погибла женщина. 58-летний водитель автомашины Киа-Рио на скользком участке дороги съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пассажир 64-летняя женщина погибла на месте дорожно-транспортного происшествия, а водитель с супругой господализированы в медицинское учреждение. Департамент полиции предупреждает о резком ухудшении погодных условий, гололеде на дорогах. В связи с этим рекомендуется не выезжать в дальние поездки за пределы населенных пунктов. Если вы все-таки выехали в поездку, необходимо строго соблюдать правила дорожного движения во избежание дорожно-транспортных происшествий. 25 тысяч за военный билет отдал аферисту житель Шумкента. В управление полиции Альфа-Рабийского района обратился мужчина. Его знакомый, пообещав помочь приобрести военный билет, взял у него 25 тысяч тенге. Но обещание не выполнил и деньги не вернул. По данному сообщению, сотрудники полиции начали расследование по статье «Мошенничество». Задержан и доставлен в полицию 37-летний мужчина. Проводится расследование. Полицейские задержали иностранца, 20 лет находившегося в международном розыске. На территории Життесайского района полицейские установили и задержали гражданина Узбекистана, разыскиваемого за тяжкое преступление. Мужчина был объявлен в международный розыск в 2002 году за совершение убийства на территории соседнего государства. Полицейские изъяли у браконьера незарегистрированные оружия и патроны. В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер», направленного на выявление и пресечение фактов браконьерства, сотрудники полиции города Кентал установили факт незаконного хранения огнестрельного оружия. В ходе отработок полицейские совместно с инспекторами охотзоопрома на территории горной местности остановили местного жителя. При проверке стражи порядка изъяли у мужчины незарегистрированные охотничьи ружьё и патроны. Данный факт зарегистрировали по статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». На сегодняшний день выясняются все обстоятельства произошедшего. Полицейскими Туркестанской области за трое суток выявлено около 350 административных правонарушений. Два водителя в Шардаринском районе находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Их задержали и выписали штрафы. Любители спиртных напитков также ждёт лишение прав. Ещё двое подростков управляли автомобилем без водительских прав. За эти три дня 10 автомобилей были поставлены на штрафстоянку. Также в районном центре в полицию доставили 10 подростков, которые в ночное время без закона у представителя находились в развлекательных заведениях. Полицейские Туркестанской области изъяли у водителя марихуану. На одной из улиц села Бадам стражи порядка остановили автомобиль марки ВАЗ-2109. При проверке участковые инспекторы изъяли из кармана куртки водителя свёрток с содержимым растительного происхождения, похожего на наркотики. Изъятые вещественные доказательства полицейские направили на экспертизу. Согласно заключению, наркотическое вещество оказалось марихуаной, общим весом более 6,5 граммов. Данный факт зарегистрировали по статье «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». Полицейские Туркестанской области напоминают об уголовной ответственности за незаконное хранение и распространение наркотических средств. В ходе профилактического мероприятия «Квартира» на территории Альфа-Арабийского района Шемкента выявлены 30 иностранных граждан. Граждане Республики Узбекистан в соответствии с действующим законодательством приезжают в страну, но работают без получения соответствующих разрешений. На 30 человек был заведен административный протокол за нарушение иностранцам или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в сфере миграции населения. В прием распределительный центр с целью установления личности доставлено 40 человек.